Проблема мест в детских садах актуальна для многих подмосковных муниципалитетов, где ведется активное жилое строительство. Теперь в Ленинском городском округе проблем у пап и мам дошколят станет меньше. На официальное открытие двух новых корпусов детского сада «Сказка» собрались местные жители, руководство муниципалитета, представители духовенства и депутаты округа. Маленькие были у людей заботы, шли они в театр и в кино с работы. Выступивший перед собравшимися глава Ленинского городского округа Алексей Спаский рассказал, что скоро будут открыты еще один детский сад и школа в пригороде Лесное и пристройка к Видновской гимназии. Есть планы и по развитию развилки. Касаемо этого микрорайона и Римского квартала и собственно поселка Развилка, хочу доложить о том, что в государственной программе, то есть за счет средств местного бюджета и бюджета Московской области, запланировано строительство большого детского сада еще на 340 мест и очень большую школу на 1350 мест. Поэтому нашему строительному блоку и социальному блоку, который здесь присутствует, необходимо в этом году отторговаться с тем, чтобы в 22-23 годах закончить данные мероприятия. Представитель компании-застройщика передал директору детского сада символичный ключ. Затем глава муниципалитета вместе с одной из хозяек дошкольного учреждения перерезал красную ленту, после чего для почетных гостей устроили небольшую экскурсию. Все технологическое оборудование, все соблюдено, все в норме, все работает, все цеха, все как положено по садбину. Каждый из двух корпусов рассчитан на 120 мест. Их общая площадь почти 4000 квадратных метров. Уже сейчас в эти детские сады принято 163 ребенка, то есть существует много свободных мест. Параллельно новые корпуса показали родителям, и тем, кто уже привел сюда своих детей, и тем, кто только готовится. Увиденным они остались довольны. Новый садик, чисто, красиво, аккуратно. Очень хотелось бы туда пойти, попасть. Детям будет хорошо там. В корпусах детского сада предусмотрены групповые помещения, кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда. Оборудованы спортивные и музыкальные залы. Каждый корпус имеет полностью оснащенный пищеблок, медицинский кабинет и прачечную. Очень красивое, светлое, уютное помещение, яркие игрушки. Очень радует, что коридоры широкие, просторные. И я думаю, что дети сюда будут ходить с удовольствием. На улице расположены прогулочные веранды, малоигровые формы, спортивные площадки для физкультурных занятий на свежем воздухе. По периметру здания установлена система видеонаблюдения. Для маломобильных групп граждан в учреждении создана безбарьерная среда. Это встроены пристроенные детские сады, располагающиеся на первом и втором этаже жилого дома. Но хочу отметить, что для жителей, которые здесь живут, это, несомненно, является большим удобством. То есть фактически спустились с подъезда в лифте вниз, и вы попадаете сразу в сказку. Учреждение обеспечит жителей микрорайона доступным дошкольным образованием и будет способствовать ликвидации очередей для детей от 2 до 7 лет. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.